В формате видеоконференц-связи прошло восьмое пленарное заседание Сената Али Маджлиса Республики Узбекистан. В течение дня сенаторы рассмотрели ряд законов и вопросов. Подробности у нашего корреспондента. Работа пленарного заседания началась с решения ряда организационных вопросов. Избран заместитель председателя Сената, им стал Мурат Камалов. Принято постановление о создании в Верхней Палате Парламента Комитета по вопросам развития региона Приоралья. Первым в числе рассмотренных был закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Однако закон был отклонен, поскольку документ, по мнению сенаторов, недостаточно проработан. Закон же о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности напротив был одобрен. Отмечалось, что комплексные меры по противодействию коронавирусной инфекции в республике обуславливают необходимые совершенствования национальной правовой базы. В числе внесенных изменений. Наряду со службой санитарной инспекции теперь и органы внутренних дел, соответствующие подразделения, имеют право налагать административное взыскание за нарушение карантинных мер. Потому что, как известно, с введением карантинных мер это право было предоставлено только санитарной службой. А на практике это привело к тому, что 2% выявленных правонарушений были установлены именно вот этой службой, а более 70% органов внутренних дел. Пакет одобренных пополнил закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием законодательства по обеспечению общественной безопасности. В Кодекс административной ответственности были дополнительно приняты 2 статья, которые предусматривают административные ответственности за нощение ножей и другого холодного оружия без чехлов. Рассмотрен также закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Узбекистан. В соответствии с налоговым кодексом будут приведены требования 11 действующих законов и 2 кодекса. Отмечалось, что одобрение закона не только устранит на практике противоречивые требования законодательства, но и создаст удобство для субъектов предпринимательства и населения, а также будет способствовать привлечению зарубежных инвесторов. В фокусе внимания сенаторов находилась и целесообразность направления в кабинет министров парламентского запроса по проблемам в обеспечении населения питьевой водой. Предварительно комитетом по вопросам бюджета и экономических реформ изучено исполнение закона о воде и водопользовании, а также состояние проектирования, строительства, водоэксплуатации водных объектов, эффективное использование денежных средств. Например, в Касанском районе на Манганской области было выделено на два проекта 3 миллиарда сумм. И в итоге специалисты обнаружили, что на месте нет источника воды. Если в Харизмской области взять, охват населения питьевой водой составляет всего 28%. Еще один момент. Со стороны государственного унитарного предприятия СООКОВА, они должны были только в течение 2019 года покрыть кредиты в размере почти 65 миллиардов сумм. То, что они не выполнили своих обязательств, министерство финансов вместо ГУПТ СООКОВА, они покрыли со средств бюджета вот эти расходы. Эта тенденция продолжается и в текущем году. Обсуждены результаты парламентского запроса, направленного в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру, о состоянии совершения преступлений, связанных с применением пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения наказания. В целях предотвращения психологического и физического давления на подследственных лиц, а также недопущения недозволенного обращения с ними в служебных помещениях следственных отделов, установлено 490 камер видеонаблюдения. Согласно принятого постановления Сената Али Мажлиса, их количество будет увеличено до 1340. До конца 2021 года все территориальные отделы будут оснащены современными системами аудио- и видеофиксации процессуальных действий, оборудованием для ведения стенографии и специальными комнатами для проведения следственных действий и встреч подозреваемых и обвиняемых с их защитником наедине. Проанализировали результаты парламентских запросов, направленных в Кабинет министров и касающихся обеспечения безопасности дорожного движения и исполнения соответствующего законодательства, а также проведения врачебно-трудовыми экспертными комиссиями, медосмотра граждан и установления инвалидности. В принятых постановлениях определены задачи по исправлению имеющих место недостатков в обеих сферах. Заслушали отчет Хакима Джазакской области о работе по социально-экономическому развитию территории. Утвердили указ президента о мерах по кардинальному совершенствованию системы ведения учета земли и государственных кадастров, а также постановление Кенгяши Сената Али Мажлиса. На этом восьмое пленарное заседание Верхней Палаты парламента завершило свою работу.